У нас будет приветствовать для того, чтобы рассказать о мероприятии, о главном, который пройдет у нас 15-17 мая, фестиваль «Жанна» и «Жанна» и «Жанна» и «Жанна» и «Жанна» и «Жанна». В этом году он будет проходиться несколько иначе, более, наверное, расширенно, потому что до полного свеча на контактной площадке, это орган-классовного филармона, где сегодня, собственно, мы с вами собрались. И, наверное, о программе сейчас более подробно расскажет Олег Руктов, представитель общественности, один из организаций, который будет проводить. Добрый день. Очень радостно, что наконец можно доложить во всеуслышание и всенародно о программе. Что касается программы, сразу скажу, что в этом году мы берем некую паузу. У нас, поскольку до последнего была непонятная ситуация с точки зрения финансов, с точки зрения организации, возможно ли, в принципе, будет провести фестиваль и, самое главное, в каком масштабе его можно будет провести. Поэтому от участия иностранцев в этом году отказались, потому что, к сожалению, все договоренности, естественно, они должны заранее, так сказать, организовываться. И чтобы не подводить зарубежных музыкантов, чтобы не подводить наших коллег, промоутеров и джазовые клубы, какие-то еще площадки, с которыми можно было на эту тему общаться, чтобы не давать напрасных обещаний, и, соответственно, решили, что лучше никого не приглашать, чем, значит, приглашать кого-то и в последний момент. Или брать на себя обязательства, которые мы не сможем выполнить. Но, на мой взгляд, причем это совершенно мое твердое убеждение, программа от этого совершенно не теряет, потому что, действительно, мы в этом году... Ну, такого созвездия великолепных музыкантов из России на фестивальных площадках «Джазмай» не было за все время его проведения. Главным, безусловным, хедлайнером в этом году является квартет Игоря Бутмана. Это флагманский состав, флагманский малый состав, по сути, российской джазовой сцены. У него замечательные музыканты играют в составе. И Бутман вообще, несмотря на то, что он много занимается общественной деятельностью, занимается продюсированием музыкальных мероприятий, организацией собственных фестивалей, то есть у него очень насыщенная жизнь, такая организационная, скажем, и общественная, да, но при всем при этом он находится в великолепной музыкальной форме. То есть я вот его имел удовольствие в последний раз слушать живьем полгода назад на Саранском фестивале «Вейс Джазм», куратором которого он является. И, ну, просто это действительно огромный музыкант, музыкант большого уровня. Вот. И программу «Джазмай», он, безусловно, обогатит и украсит. То есть, кстати, такой жемчужиной выступление малого состава Игоря Бутмана. Вот. Квартет выступит с Полиной Зизак. Это дочь известного джазового барабанщика Эдуарда Зизака, продолжательница, соответственно, джазовой традиции, такой династической. Она очень удачно засветилась в телепроекте «Голос» от первого сезона, когда он еще, в общем, безусловно, так сказать, выдерживал там все возможные критерии качественные. И вот, соответственно, как приглашенная вокалистка, она приедет с квартетом Игоря Бутмана. В этот же день, 17-го числа, в последний день фестиваля, на сцену выйдут квинтет Алексея Бекера и ансамбль под управлением Юрия Белоногова «Экспресс-бэнд». Что касается... Ну, Юра, я думаю, расскажет о своем участии в музыкальной программе подробнее чуть позже. Что касается квинтета Бекера, это... Алексей Бекер – это замечательный музыкант. Он вообще чаще выступает гораздо как сайдмен, к сожалению, потому что, ну, до некоторого момента не проявлялась у него вот такой харизмы, скажем, харизмы фронтмена и бенд-лидера. Здесь ситуация таким образом сложилась, что зимой в Москве прошел фестиваль «Джазовый рупор Москвы», и вот Алексей Бекер собрал собственный состав специально к этому фестивалю. Это квинтет, это действительно созвездие лучших молодых музыкантов Москвы, именитых при этом достаточно. Это Владимир Нестеренко, который будет играть на флете, при том, что он приедет и как, собственно, солист будет играть на органе. То есть он музыкант-мультиинструменталист. Там же на барабанах будет Александр Зингер, один из сильнейших джазовых барабанщиков в России современной. Ну, в общем, там действительно очень сильный состав, и программа совершенно гениальная. То есть они будут играть с Крябиной и Прокофьевым, именно в джазовой обработке. Ну и авторские вещи собственного, скажем, сочинения. Значит, затем из громких имен – это оркестр под управлением Петра Востокова. Оркестр уникальный, ну, пожалуй, по нескольким критериям. То есть, во-первых, это оркестр, который, в отличие от подавляющего большинства, от всех, по сути, джазовых оркестров России, он не состоит ни при каком учреждении официальном. То есть это, по сути, сообщество молодых музыкантов, которые существуют и существуют на началах, скажем, самофинансирования. Но при этом это никакая не самодеятельность. Это абсолютно профессиональный состав, большой джазовый состав, за который бьются лучшие фестивальные площадки России. Оркестр примечательен тем, что, значит, музыканты реставрируют, по сути, восстанавливают звучание оркестрового джаза начала 20 века. То есть они играют джаз именно по старым партитурам, по старым оркестровкам. И таким образом, те, кто придет на парад оркестров 16 мая в киноконцертный зал Пенза, они смогут услышать джаз именно таким, каким его слышали в начале 20 века, в период его максимального расцвета, максимальной популярности, вот в эпохе свинга, эпохе биг-бендов. Там же, значит, 16 мая выступят саранский джазовый оркестр под названием, собственно, биг-бенд Саранск. Это очень заводной и драйвовый коллектив, который переигрывает многие известные современные пьесы, в том числе как джазовые стандарты, само собой, так и пьесы Стинга, многих других современных музыкантов. И, что очень здорово, наконец-то мы имеем возможность предоставить в рамках фестиваля «Джаз Май» закрытую площадку для выступления биг-бенда Валерия Владимировича Дмитриева, нашего замечательного зареченского оркестра, который, к сожалению, переживает нелегкие времена в настоящий момент, то есть, который связан, как обычно у нас это бывает в сфере культуры с проблемами финансового характера. Это оркестр, который, безусловно, достоин того, чтобы играть на большой площадке, играть, ну, то есть на большой площадке всегда играть комфортнее, опять же, я думаю, Юра об этом скажет. И очень здорово, что вот появилась такая возможность его интегрировать таким полноценным сетом в, собственно, во второй день фестиваля, в парад оркестров, в основную его программу. Да, давно к этому ушло, но вот, к счастью, в этом году получается, наконец. Что касается первого дня, то там, значит, у нас программу открывает московское джазовое трио Open Strings. Это проект пианиста Евгения Лебедева и басиста Антона Ревнюка. У обоих колоссальное портфолио, значит, участие в самых немыслимых джазовых проектах с участием мировых звезд джаза. Вот. Евгений Лебедев со своим авторским трио в прошлом году получил престижную премию World Jazz Awards, по-моему, кажется, так называется. Но на самом деле надо уточнить. Вот. В этом году музыканты записали альбом, и этот альбом уже вошел в европейские джазовые чарты, как одна из наиболее интересных пластинок, записанных за последние несколько месяцев. И самая суть этого сета заключается в том, что московское трио выступит с нашим замечательным квартетом премьера под руководством Вячеслава Филипенко, о чем он, наверное, тоже скажет чуть подробнее позже. Вот. То есть это именно проект сочетания джазовой музыки, классической джазовой ритм-секции со звучанием струнного квартета. Вот. То есть в Москве они выступают с другими составами струнными. У нас вот, к счастью, есть своя, скажем, команда, которая вполне может не то, что достойно интегрироваться в этот проект, а я думаю, что очень здорово обогатить его звучание. Вот. И, то есть, с точки зрения квартета премьера, наверное, тоже интересно, потому что это, ну, некий такой новый опыт и полноценная попытка прозвучать в новом, наверное, для них музыкальном жанре. Вот. И в этот же день у нас в качестве хедлайнеров выступит проект под названием «Звезды петербургского джаза». Это проект, в который входят лучшие джазовые музыканты Петербурга. Кто-то из них приезжал в разных составах в Пензу, значит, ранее. В частности, вот, например, Егор Крюковских, замечательный барабанщик, один из сильнейших джазовых барабанщиков не только Петербурга, но и России. Он приезжал в Пензу вместе с Мишель Вокер в начале концертного сезона. Вот. Ну и, собственно, «Звезды петербургского джаза» — это, по сути, такое полноценное мейнстримовое джазовое шоу, такое яркое, пестрящее там карнавальными красками и точно так же возвращающее слушателя к эпохе популярного, такого хорошего, добротного мейнстримового джаза. В общем, там преимущественно будут звучать джазовые стандарты с прекрасным джазовым вокалом Билли Новико из группы «Биллис Бэнд», который, в общем, является одним из немногих, к сожалению, джазовых вокалистов-мужчин на нашей сцене. То есть, в принципе, большая редкость. И, ну, «Биллис Бэнд» — это несколько более такая игровая, театрализованная история. То есть здесь он выступает как полноценный исполнитель, собственно, джазовых композиций. Вот. И Юлия Михайловская, тоже известная питерская вокалистка. Вот, по сути, это что касается официальной программы. Ну и что самое интересное, то есть мысли были в прошлом году, реализовать, к сожалению, их не получилось, а в этом году у нас состоится даже не один, а целых два джазовых сета на духовом органе. То есть приедут музыканты Владимир Хомяков и Владимир Нестеренко. Вот. Оба отличные пианисты, клавишники, органисты. То есть, в общем, это, ну, это одна из, скажем, таких уникальных историй пианического фестиваля «Джазмай-2015». То есть далеко, естественно, не каждый джаз-фестиваль может себе позволить, в принципе, введение органной площадки в качестве фестивальной, просто, ну, в силу технических возможностей. А у нас целых два джазовых концерта на духовом органе. То есть, ну, действительно, для жителей Пензы это будет новая такая интересная история. Вот. Об официальной программе, наверное, все. Кроме того, естественно, у нас будет на открытой площадке точно так же в течение трех дней перед областной филармонией и, значит, зданием киноконцертного зала три дня будет звучать джаз перед основными программами. Это звучать будет в исполнении пенецких коллективов, в исполнении ребят, которые приедут из Нижнего Новгорода, Тулы, других городов, с которыми, в принципе, ну, то есть, переговоры ведутся, и замечательных молодых музыкантов, которые, собственно, в рамках чистого жанра работают, можно будет здесь тоже услышать. И, наконец, важно сказать, что 14 мая, за день до официального открытия фестиваля, в городе Спутник состоится такое фестивальное припати, которое, в общем, ну, сейчас редкий масштабный фестиваль обходится без некого предваряющего такого подготовительного концерта. Вот таким подготовительным концертом станет открытый концерт на фонтане города Спутник с участием групп Квартал, Оптимистик, Оркестра и Петербургского джаз-рокового трио Раджа. То есть здесь идея заключается, опять же, в том, в прошлом году мы привозили на основную площадку группу Non-Cadence, которая должна была стать таким мостиком, вовлекающим, скажем, слушателя непривычного к джазовой музыке, вот к такому рафинированному джазу. Но благосклонного к джазовым гармониям, то есть мы пытались популяризировать джазовую музыку через группу Non-Cadence в этом году, эта история продолжается, продолжается она на другой альтернативной площадке, и вот Квартал и Оптимистик Оркестра — это тот самый около джаз, который, как нам кажется, должен благоприятно повлиять на умы, настроение, отношение к джазовой музыке в целом. Группа Оптимистик Оркестра — это проект Евгения Федорова, лидера группы Tequila Jazz, ныне, к сожалению, не существующий, но, значит, он собрал сильнейших рок-музыкантов Петербурга, что интересно, то есть Оптимистик Оркестра состоит целиком из музыкантов групп «Сплин», «Текила Джаз», «ДДТ», «Аквариум», «Спидфайр». Вот, они играют такой легкий лаунж, в общем, я думаю, будет интересно. То есть вот по музыкальной части все, что имею сказать. Ну, передаю, наверное, слово Юрию Белоногову, который расскажет. Сбор средств, безусловно, осуществляется, он осуществляется на сайте благотворительного фонда «Гражданский союз», потому что действительно, ну, пока бюджет фестиваля дефицитный, то есть частично он покрывается вкладом пензоконцерта, который, как надеется, как оргкомитет, как все мы надеемся, будет, собственно, полностью перекрыт продажей билетов в кассах. То есть, соответственно, это говорит о том, что для пензоконцерта и для бюджета Пензенской области, в принципе, фестиваль не станет как бы предметом финансовых каких-то затрат. То есть все, что пензоконцерт вкладывает, по идее, оно все должно вернуться потом через кассы. И, к сожалению, этой суммой, которую пензоконцерт может выделить на проведение фестиваля, ее недостаточно для вот такого полномасштабного действия, о котором я сейчас рассказывал. И по этой причине, естественно, ведется работа со спонсорами. Нас поддержал Российский музыкальный союз. Это одна из крупнейших организаций, которая занимается вопросами авторского права и поддержкой российских музыкантов. То есть они по факту покрывают значительную часть гонорара квартета Бутмана, которая очень велика, и которая, собственно, ну, то есть наш фестиваль просто не мог бы себе этого позволить без их поддержки. То есть благодаря Российскому музыкальному союзу вот Бутман, собственно, приезжает в Пензу. И, кроме того, да, мы, как и в прошлом году, используем инструментарий краудфандинга. То есть мы собираем, скажем, такие добровольные, просто благотворительные пожертвования и взносы с людей, которым фестиваль по какой-то причине близок, симпатичен, интересен. И 29 апреля, в канун Международного дня джаза, Международный день джаза, это, напомню, 30 апреля, значит, это уже на протяжении нескольких лет праздник, который ЮНЕСКО учредило в 2010 году, в 2011 году отмечается. Ну, так вот. И, значит, 29 апреля у нас в киноконцертном зале Пенза состоится благотворительный кинопоказ. То есть известный российский мультиинструменталист Сергей Летов, который уже приезжал, выступал на фестивале «Джазмай» в 2012 году, он будет в режиме, что называется, реального времени озвучивать фильм австрийского режиссера Папста, это кинокомедия «Сокровище», то есть достаточно такая забавная, легкая игровая лента 20-х годов. И вот, собственно, Сергей Летов на старинном семелоди-саксофоне производства, собственно, примерно той же эпохи. То есть мы будем иметь возможность такое аутентичное звучание услышать. Вот на семелоди-саксофоне и ряде других музыкальных инструментов он будет озвучивать это кино. То есть это интересный такой аттракцион, на который мы, конечно, с удовольствием приглашаем всех желающих. Вход свободный, но во время сбора гостей будет производиться точно так же сбор средств на проведение фестиваля. Средняя цена билета, значит, в основные залы, ну, в большие залы, сейчас мы говорим, да, это филармония и, ну, большой зал пензо-концерта и киноконцертный зал пенза, то есть средняя стоимость билета колеблется от 450 до 600 рублей, средняя. То есть вообще билеты продаются по цене от 300 рублей, ну, вот средний диапазон, он в таких рамках находится. На органные концерты, билеты, конечно, чуть подороже, если не ошибаюсь, 700 рублей. На площадке, разумеется, все свободно. С газоном в этом году проблем нет. Город Спутник, который, значит, который принимает у себя вот первый день, что называется, фестиваля, он этот самый газон кладет, то есть его площадь будет больше, чем в прошлом году. В прошлом году мы там насобирали коллективно, напомню, на 200 квадратных метров травы, в этом году площадь газона составит 400 метров, и после фестиваля он переедет в город Спутник, где, соответственно, будет радовать уже местных жителей. Ну вот, если вопросов нет больше, я тогда Юру, наверное, попрошу прокомментировать участие оркестра Валерия Владимировича Дмитриева, музыкантом которого он является, и, естественно, экспресс-бенда, художественным руководителем которого он также является. Бигбенд Валерия Дмитриева – это единственный в Пенской области большой джазовый оркестр, который существует более 50 лет. В этом году был юбилейный концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности Валерия Владимировича. Великолепный коллектив, который получал оценки от самых именитых джазовых музыкантов России. От Фрункина в прошлом году. Да, и от Фрункина в прошлом году. Также коллектив участником был многих джазовых фестивалей в России. Достаточно успешно. Что касается экспресс-бенда, у нас традиционно в репертуаре инструментальной композиции, вокальные произведения. Мы будем приглашать участницу «Голос. Дети. Два» Екатерину Бизину и девочек-вокалисток из вокальной студии «Десерт» из «Заречного». Итого у нас будет пять вокалистов. К сожалению, у нас дефицит с мужским вокалом, поэтому у нас будут только девушки петь. Ну и громче всяких слов за нас расскажут наши инструменты. Приходите, нас слушайте. Ну и вот Вячеслав Филипенков, наверное, расскажет о взаимодействии с Евгением Лебедевым, которое, насколько я понимаю, уже началось. Да, я как раз прибежал на конференцию с репетицией, потому что буквально на днях Евгений прислал нам партитуры и ноты и даже записи, что нам, в общем, помогает в репетициях. Да, Олег правильно сказал, что для нас действительно это огромная школа будет. Вот это мы с таким, в общем-то, когда мы узнали о том, что нам предложено поучаствовать в этом прекрасном проекте, в «Джаз Майя», конечно, мы сразу согласились, и тем более с такими именитыми музыкантами. Поэтому вот, получив ноты, буквально вот на днях отыгав концерт, сразу окунулись в этот мир джаза. Для нас, я не скажу, что он совершенно новый, но и на такой джаз, это потрясающая школа, и сейчас, к сожалению, пока общение у нас только через интернет с Евгением будет, но я надеюсь, что получится приехать пораньше и получить довольствие от совместной репетиции с его прекрасным ансамблем. Вы знаете, на самом деле музыка для нас настолько это интересная, я вот сколько сейчас слушаю и сколько занимаемся этим, по-моему, это должно быть, если мы этого не испортим, я говорю про наш квартет, но я надеюсь, что этого не состоится, и мы все-таки вольемся в такую джазовую стихию, не будем каким-то инородным инструментом, то я думаю, что удовольствие получат, ну, я думаю, все, если уж, так сказать, огромное количество людей, потому что действительно музыка настолько интересная, настолько разнообразная, вот, каждая композиция, какие-то, в них есть такие прекрасные изюминки, что просто, ну, не знаю, это действительно будет здорово.